Большой-большой привет! Мы приехали в дом Матвею полегче, температуры нет и решили приехать посмотреть, что у нас тут происходит. Дима здесь что делает? Грунтует стены. Грунтует стены. Плитка положена, унитаз уже установлен. Пойдемте покажу самое главное, что он сделал, какую красоту. Пока мы тут работали, болели и так далее. Что случилось? У нас тут теперь гардеробная полноценная. Ого, смотрите! Я попросила его сделать мне вот здесь такой уголок для обуви. Вот, чтобы тут все стояло классно. Сюда надо повесить будет зеркало. И пошел... Пошла жара! Пошла гардеробная! Прикольно! И вот, смотрите, как он тут классно все сделал. Вообще, молодец! Здесь будут висеть вещи. Сверху, снизу. Вот здесь, считай, будут висеть вещи. Круто! Сюда можно будет поставить, например, гладильную доску. Вообще класс! Какой папа молодец! Да, сын? Да! Ой, господи, ударилась! Как твое самочувствие? Чуть-чуть подшатывает? Да, и тошнит чуть-чуть. Ну все, пойдем подышим. Вот это классная идея! Каждый метр занят. Сюда что-то можно там высокое что-то поставить. Вот такие фонарики купил. Нормально. Очень хорошо. Так. А здесь что? Здесь ничего не поменялось. Все так же. Надо только открыть форточку, наверное. Чуть-чуть проветрить дом. Ну, в общем-то, фронт работы. Разобраться. Все. Пойдем подышим, Ев. Пойдем погуляем. Пошли. Работа кипит. Установим двери. Дорого. Мам, вот это открыто. Ну, ладно уже. Девчонки, несу свою красивую подушку к себе. Вот. Посмотрите, какая красота. Уже девочки заказали. Боже, она такая приятная на ощупь. Это просто что-то неимоверное. Девчонки. 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 Ой. Девчонки. Так, ну что, немного посадок. Получается, посадили сюда тую. Мне еще, значит, надо купить две. Сюда их продолжить. Не знала, куда посадить гортензию, но решила сюда. Вот они у меня две гортензии, третья будет пока здесь. Так, сюда посадили дерен с этой стороны и с этой стороны. Ну, пока мы не будем закрывать низ, пока у нас на это нет денег, пусть пока растет здесь, потому что жалко куда-то это все сажать. Думаю, пусть тут пока для красоты. Все равно год точно у нас, мы не будем здесь ничего не закрывать, будем смотреть, как будет весной. Кто помнит, кто меня смотрел, вы помните, что у нас тут все заливало очень сильно водой. Вот, и решили, что нет. Теперь я вот здесь думаю, мне хочется вот сюда, вот сюда какие-то, знаете, такие многолетки, чтобы и цвело, и в то же время неприхотливое. Если у вас есть какие-то идеи, подскажите, что вот сюда, вот в эту зону посадить. Вот, а так тоже вот туи вот эти две мама посадила. Будет у нас тут все в туях. Ну, вот пока как-то так. Что-то все заберу. Унесем ведра, унесем вот эти, кстати, классные такие штуки. Вот эти вот ножнички вообще. Ну и здесь, видите, все ровно. Муж тут тоже выровнял все. Можно, кстати, покрасить вот эти штуки. Но тоже пока не до них. Так, смотрите, в «Экспрессе» новые такие горшки, как кашпо, декоративные. Было бы белое, я бы взяла бежевое. И вот тоже. Симпатично. Так. Мне надо... Так, вот вазы. Опять вот эти вазы в продаже. Вот это рамка 21 на 30 сантиметров. В ассортименте всего за 149 рублей. Так, мы идем смотреть. Мне надо... Так, я хотела здесь посмотреть. Кто-то показывал сыворотку. Так, но ее тут нет. Так. Какая-то мус-пенка для умывания. Нормально комбинированная. Все, низкая цена. Ну вот, возьмем вот такой, попробуем. Так. А вдруг хорошее. Так, мне надо скраб. Скраб... Нет, такой мне скраб не нравился. Скраб. Так. Ладно, девчонки, смотрю дальше. Что-то бальзамы. Чудо-пятки. Это что такое? Гильдия домашнего педикюра. Как я его тут... А, нанес. Приложить так. Но у меня таких нет. Пяток. Мы, кстати, надо мужа взять. Все. Сейчас будем делать ему педикюр. Я возьму вот этот, наверное, гель для умывания. Вот такой. Не пенку, а гель. Я пенку не очень люблю. Так. Вот он. Да? Собака? Пойдем. Так вот. Так. Мне надо, мне надо для унитаза. Для унитаза. Где вот эти штучки? Подождите. Что он положил? Вот такие? У меня 249. Вот, смотрите. Да, Мастас? Тоже 249. Гель для стирки я взяла. Гель для стирки универсальный. Что это такое? Так. Вот тоже биопорошок. Вот. Сейчас возьму ласку. 150 рублей. 150. Так, что я купила? Давайте покажу вам в фикс-прайсе. Вот такие сливки. На работу кофе пить. Вот эти йогурты. Йогурты, пудинги. Ну, такие прикольные. Знаете, иногда хочется сладенького. Мне да, они тоже любят. Так. Такие пакеты для заморозки. Мне они нравятся. Но я завязки эти не использую. Зажимы. Так. Муж купил вот такие штуки. Для чистки труб. Я взяла вот такую. Персоль отбеливатель. Кстати, неплохой. Я думаю, интересно, его можно в горячей воде сте закипеть. Ну, вы знаете, когда можно. 60-70 градусов. Можно попробовать отбелить, например, носки. Виска с Мишей. Ребята захотели вот такой пирог. Очень мне нравится вот этот пергамент. Целеконизированный. Он стоит 100 рублей. Вообще шикарный. Девчонки, взяла вот такой. Вы мне много написали про Дав, про Биаре. Ну, пока у меня нет возможности дойти купить, заказать. Попробуем, что вот это такое. И взяла я вот такую ласку. Она была по акции, по карте 150 рублей. По карте именно от Господи Фикс Прайс. И мужу взяла. Мы иногда практикуем вот такие пилинг-носочки ему. Вот. Чтобы не потела нога. В общем, я такие не использую, потому что у меня не грубые пятки. А ему как бы да. Вот такой вот. Дальше зашли в магазин. В обычной продуктовой. Вот это, девчонки, очень вкусная лапша для супа. Ее хватит надолго. Она безумно-безумно вкусная. Сейчас быстро поставлю супчик варить. Купили батон. Сейчас буду себе готовить. Я на завтра, значит, еду. Я буду запекать баклажан кольцами и с помидором. И буду запекать это все в духовке. Делаю я слоями выкладываю баклажан и помидор. Все. Сейчас я взобью два яйца. Смешаю это с греческим йогуртом. Посыплю сыром и поставлю в духовку. Запекаться минут на 40-50. Это будет мое такое блюдо на завтра. И вообще я очень люблю овощи. И полюбила их на самом деле. Очень люблю зеленый салат. Помидоры. Это вообще моя слабость. Огурцы я, кстати, не очень люблю. Всего-то тут надо. Два баклажана, два помидора. Девчонки, котлеты сегодня пожарили. Уже все съели. Мне даже не досталось. Очень хорошо. Даже два баклажана не надо. Есть один баклажан. Вот второй еще у меня. Поставлю посудомойку. В общем-то, как обычно, все. Как трудно быть девочкой. Девчонки, я решила не добавлять яйцо. В общем, у меня был вот такой греческий йогурт. И у меня был вот такой соус. Соевый оставался от ров. Я вот так вот это все перемешала. Я добавила чего? У меня приправа. У меня был чесночок. Вот такой сухой чесночок. И я сейчас залью немножечко водички. Вот так. Сюда я еще добавила. У меня был замороженный лук. Вот так я все это перемешаю. Все это я делаю. Залью, поставлю тушиться. И минут за 20 у меня есть сыр пармезан. Немножечко я это все сыром. Так, вот так вот. Чик, 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 чик. Вот так, вот так. Это будет такое, девочки. Это будет, я думаю, должно быть вкусно. Все, управляем в духовку. Нет, это не все тебе. Это на всех. Это я говорю Дане, что ему есть. Девчонки, в общем, начинаю, продолжаю снимать свой влог. Уже поздно. Вы посмотрите, что творится с моим глазом. Это просто что-то неимоверное. Я так и не поняла. Сейчас сняла линзы. Ничего толком не вижу. Потому что у меня зрение минус 3 один глаз. И минус 3 25 второй глаз. Вообще теперь, не знаю, как мне вообще ходить, снимать. И что мне говорить. И что мне делать. У меня сумасшедшие сейчас дни. Очень я устаю. Сил практически нет ни на что. Но силы на вязание у меня есть. И я связала девочке шапку. Такую красивую, такого цвета. Сейчас я вам ее одену, покажу. Она идет с подворотом. Сейчас. Эть, эть. Как бы одеть. Вот, девочки. Вот так она классно смотрится. Такая шапка. Я, конечно, себя плохо вижу. Но думаю, что это натуральная мереносовая шерсть. Итальянская пряжа. И эта шапочка у меня будет идти, девочки, на продажу. Кому надо, пишите. Я вам все расскажу, напишу. Внизу у меня в ссылках под видео есть мой телеграм-канал. Есть мой инстаграм. Инстаграм у меня, девчонки, кто меня давно смотрит, у меня их два инстаграма. У меня есть личный инстаграм. Но он закрытый, к сожалению. Потому что, ну, есть такие фотографии, которые не для общего пользования. И вот, там чисто мои друзья, родственники, близкие. И есть вот этот открытый инстаграм, где я рассказываю про дом, про вязание. Ну, какие-то такие, выставляю фотки, видео, рилсы, общего такого, да. Вот, в общем-то. Ну, и, соответственно, вот эта шапочка, она еще у меня не стиралась. Я ее постираю. И она отправится на продажу. Если кого-то она заинтересовала, то пишите мне либо в телеграм, либо пишите мне в ватсап, ой, в ватсап, в инстаграм. Или пишите мне здесь под видео. Я могу вам ее продать. Будет стоить она не очень дорого. Но она действительно теплая и классная. Если она никому не понравится и не продастся, я буду с огромным удовольствием ее носить. Потому что мне нравится этот цвет. Он и не такой ярко-фиолетовый. Он, знаете, такой лилово-фиолетово-серый какой-то. Ну, красивый очень цвет. Смотрится шикарно. Вот я ее постираю, спрячу все ниточки, все выровняется. Она будет просто изумительно идеальная. Сейчас мой глаз восстановится. Я обязательно сделаю фотографию для инстаграма. И туда размещу объявление о продаже. Так. Глаз сейчас капаю. Девчонки, сижу. У меня боли капли. Акуметил. Вот такие капли. Вообще должны помочь. Ну, не знаю. Глаз это жесть. Видите, какой вообще просто. Он весь красный. У меня еще, вот знаете, что, девочки, у меня еще болит ухо. Не внутри, а болит вот именно вот где-то вот здесь, когда нажимаю. Такое ощущение, что мне ударили по уху. И вот у меня как бы, как мышцы как будто бы воспалились. Не пойму. Либо меня продуло. То, что вот мы сажали с мамой цветы. Сильным был ветер. Может быть, меня продуло или что. Короче. Не могу знать. Я еще что хотела вам показать. Я еще хотела вам показать. Классный, опять-таки, картонный 3D-пазл. Органайзер от компании Кьюбрикс. Это у меня, вы знаете, у меня у детей стоят 2 таких пазла. Это Череп и Эйнштейн. И я хотела себе тоже какое-то такое сделать. Работанную, если честно, отвезти. Ну, что-то интересное и несмысловатое. Я увидела у ребят вот такую новинку. То есть, вот такой квадратный органайзер. Прикольный. Для карандашей. Для ячейки здесь, видите. То есть, он получается для карандашей, для ручек. Ну, в общем-то, на стол. Очень классно. Сейчас я попрошу Даню. Он мне быстренько все это дело соберет. И, конечно, результат я вам покажу. И, возможно, даже, если мне он прям очень сильно так понравится, я, может быть, его даже увезу в дом и покрашу в белый цвет. Обязательно ссылочку оставлю внизу, где можно купить такие классные 3D пазлы. Это, девчонки, очень хороший подарок для детей. Очень крутой подарок на день рождения, на какой-то праздник, на 23 февраля. Да просто прийти в гости и подарить ребенку или взрослому такой 3D пазл. Это, мне кажется, очень круто. Потому что это такая, знаете, неизбитые подарки, очень интересные. И получается, что человек, когда получает этот подарок, то есть, мало того, что он это все равно своими руками его собирает. И это реально очень приятно, когда что-то сделано своими руками. Пусть даже и вот такие пазлы. Сейчас покажу вам еще раз, как это все выглядит. Я заказывала на Валбересе. Ссылочку оставлю. Проходите. Может быть, кому-то надо будет. Скоро, девочки, Новый год. Уже, да, скоро. И можно, мне кажется, под елку подарить. Подарки вот такие очень круто будут. Девчонки, каждая деталь, она подписана. То есть, вы берете, вот начали первая деталь, вторая. Вот будет у нас третья деталь. И вы так пойдете, пойдете, пойдете. Давай. Ну, одевай, Дань. Третья, потом вот пойдет четвертая. Пятая. Очень легко это справится. Даже, ну, маленький ребенок, вот Матвей, вообще с удовольствием тогда собирал Эйнштейна. Он прям, мама, говорит, я буду сам, мне так интересно. И очень плотный картон. То есть, его можно покрасить потом в любой цвет, в любой, ну, под любой интерьер. Прикольно. Девчонки, посмотрите, какой получился органайзер. Даня мне все собрал. Он вот такой. Четыре разных, получается, фигуры. Ну, вот типа убирается. И, ой. И вот, типа, видите, девочка с шариком. Интересные такие штучки. Прикольные. Всем доброе-доброе утро. Но мне сегодня очень ранее. Еще все спят. У меня яйцо с помидором, кофе и витамины. Многие спрашивают, что я пью. У меня витамин С. У меня омега. И я начала пить панангин для сердца. Ну, знаешь, в цель профилактики, скажем так. И, в общем-то, сейчас позавтракаю и еду. Еду я в другой район сегодня работать. Ехать мне где-то на машине полтора часа. И вот. Так что, девчонки, начинаем завтрак правильно, полезно. Ну, вот как-то так. Так, девчонки, глаз у меня уже получше, пока я тут в пробке. Не в пробке, на светофоре. Хотела показать вам, как смотрится вот этот бактус. Смотрите, как классно он смотрится. Вообще. Мне очень нравится. Он такой легкий, тонкий. И в то же время защищает шею от ветра. Прямо вот рекомендую. Кто умеет вязать, девчонки, обязательно себе свяжите. Классная штука. Я еще хочу маме связать и себе еще связать. И более теплый. Вообще круто прям. А, сейчас выложила в телеграм фотку. Пишет, ой, Яна, ты такая стройняшка, ты такая молодец. Девчонки, а сколько мне стоило? Стоит трудов быть стройняшкой? Я похудела и не хочу полнеть просто ни при каких обстоятельствах. Я вчера должна была поехать, пойти в спортзал. Из-за этого дурацкого глаза я никуда, соответственно, не пошла. Сегодня, я надеюсь, вечером на дорожку я обязательно пойду. Девчонки, чтобы быть стройной, это очень много нужно прикладывать усилий. Не есть всякую гадость, когда все вокруг ее едят. И ограничивать себя и заниматься спортом. Вот и все. Голос у меня осипший, охрипший немножко. Вчера пела песни на уроке музыки. Многие спрашивают, Яна, что ты ведешь? Я веду музыку. И очень люблю это дело. Мы вчера здесь с детьми учили новую песню ко дню учителя. Я пела вместе с ними. В общем, голос у меня сел с непривычки. Я уже приехала. Вообще глаз, конечно, у меня еще тот. Рыбий глаз. В Денцово просто льет дождь. Вообще ливень. Я не знаю, как мне сейчас из машины выходить. Вот зонт лежит у меня там. Так что да, девчонки, вообще настроение сонное. Хочется спать за дождя под теплым одеялом. Девчонки, в завершении своего влога хочу показать вам средства с Валберес. Это не реклама. Я была бы очень рада, если бы со мной посотрудничала какая-то компания по уборке дома. Мне этой уборки предстоит очень много в новом доме. Но это все я купила за свои деньги. Я купила вот такое средство для мытья полов. Называется суперконцентрат. Подходит даже для робота-пылесоса. Мы отвезли свой робот-пылесос в дом, так как там огромные площади и там нужно постоянно убираться. Так как светлый пол, я, кстати, не думала, что будет на нем все так, девчонки, видно. Но на нем реально все видно. То есть это подходит и для плитки, и для ламината, и для кафеля, я так понимаю. Посмотрим. Аромат очень приятный такой, цветочный. Также я купила уже домой вот такой клинглос. Это у нас блеск стекол и зеркал. Вот такая вот штука идет с такой насадочкой. И я считаю, что очень дешево. Я купила вот такие средства в унитаз. Телефонный разговор. Так вот, получается, вот эти четыре штуки я купила за 270 рублей. Посмотрим, конечно, как они будут работать. Это какая-то немецкая, я так понимаю, контора. Да. Хотя написано, изготовитель Китай. И это вообще республика Беларусь. Ну, вот, не пойму я, если честно, откуда что, какое средство. В общем-то, а, импортер в Беларуси, изготовитель. Ну, короче, девчонки, вот. Сейчас повесим унитаз и посмотрим. А то, что-то вот этот бреф, бреф или как он там называется, вот такие тоже шарики, но очень дорого. Три штуки 400 рублей. Две штуки 4, там, 350 рублей. А это, получается, за 4 штучки набор вот так шли два этих средства. Ну, около 300-287, что ли. Вот, так что пойду сейчас. Мне надо будет и сюда в унитаз, и одну я увезу в дом. Девчонки, ну, давайте в завершение своего влога я опять без линз капаю глаз, кстати, новыми каплями. У меня окулист, у меня у подруги, у меня у подруги подруга окулист. Тобрадекс. Вот, сняла линзы и капаю. Давайте, знаете, в завершении влога я расскажу немножечко для моих новых подписчиков, потому что очень много вопросов по поводу дома. Всем новым подписчикам огромный-огромный привет. Ну, и стареньким большой привет моим уже таким проверенным зрителям. Давайте по поводу дома повторюсь, и новое, получается, для новых расскажу. В общем, у нас участок находится в СНТ. У нас 7 соток. Этот участок у нас находится практически в городе. То есть, мы живем вот в квартире в центре города. Это от квартиры до участка на машине 5 минут езды. От Москвы мы находимся, ну, почти что в 70 километрах. Там 67, 68, в общем, или 66, вот как-то так. Около 70 километров мы находимся от Москвы. Дом у нас деревянный, каркасный, с максимальным утеплением. Строил нам этот дом, строила фирма нам, которая называется Дом Романовых. То есть, если вы вобьете в интернете строительная компания Дом Романовых, там вы увидите наш дом. Дом нам построили только вот этой зимой, в 2022 году. Нам его в феврале сдали. И дом мы строили до всех известных нам событий. И тогда нам вышел дом без утепления, без... Ой, без утепления. Без теплого пола, без отопления, без входной двери. Он нам вышел около 5 миллионов рублей. Сейчас, я не знаю, девчонки, какая цена, но мы уже вложили дофига денег, потому что это теплый пол, это все вот эти вот... Это батареи, это трубы, это свет, это котел, это вот... Ну, денег уходит много. Фирма строит очень быстро, строит качественно. Мы довольны, потому что у нас было с чем сравнить. У нас была раньше дача. И строила нам эту дачу компания Технология, строительная компания Технология. И дача у нас была, сколько, 6 или 7 лет. Косяков было много на этой даче. И мы ругались. И как бы, ну, я не знаю, может быть, сейчас уже строят они по-другому. Из-за этого мы не хотели их выбирать, как бы, эту строительную компанию. Ну, во-вторых, там все, что нам нравилось, было очень дорого по ценнику. А вот это нам понравился сам дом. Я хотела большие панорамные окна. Мужу тоже очень это нравится. И когда мы увидели этот дом, мы, конечно, в него влюбились. Почему влюбились? Ну, потому что по функционалу этот дом нас устраивает. Нет свободных каких-то, знаете, помещений, ненужных. Просто тупо переплачивать за квадратуру, которую ты не будешь использовать. То есть многие были дома со вторым светом, с большими какими-то на втором этаже огромными холлами. Я не понимаю, для чего они там нужны, кто там будет сидеть, что там будут люди делать. В общем-то, мы укладывались в те деньги, которые у нас были с продажи дачи. И мы брали еще небольшой кредит, чтобы запустить строительство этого дома. В общем-то, зиму мы там еще не жили. Не знаю, как будет. Я надеюсь, что все будет нормально. Сейчас мы на стадии ремонта ванной. Нам нужно сделать ванную либо кабину. Но не кабину, а душевой уголок. Но пока еще финансы поют романсы, скажем так. Ждем, копим деньги, короче. А так мы уже давно переехали. Я вот сейчас опять без глаз. Я бы сейчас, если бы были глаза у меня, но попозже, может, линзы одену. Я хочу летние вещи уже пособирать в какие-то сумки и потихоньку ввозить в гардеробную, в дом. Потому что, ну, по-любому, лето там уже однозначно. Весна, лето уже будем точно. Да, я думаю, скоро осенью. Едем уже туда. Так что я думаю, что я ответила на вопросы. Если не ответила, обязательно пишите мне вопросы. Задавайте их. Буду рада общаться. Напоминаю, что все ссылки внизу под видео, в описании. Ссылки на Инстаграм, ссылки на Телеграм, ссылки на различные товары, которые я вам показываю, тоже я стараюсь оставлять в описании под видео. В общем-то, увидимся с вами очень скоро. Я вас всех целую, обнимаю. И всем пока! Пока!